Красивые торговые центры, жилые здания и дороги. Возможно, это место станет продолжением Белого Пояса. Конечно, это будет унылым зрелищем. Здарова, братаны! Вы на канале Дьюфплей, меня зовут Евгений Ии. Мы будем продолжать сегодня проходить в World Band экономику, так что... Эээ, давайте погнали! Ээ, честно говоря, меня это не волнует. Это он о чём? А, о том, что они проиграли. Меня это не волнует. Ух, ага, ну призадумалась. И дело не в том, что я с самого начала решил, что дам все призовые тебе. Здесь есть кое-что более простое. И шо это? Я смутился и потёр нос. Разве это было не весело? После этого я посмотрел на Хагану. Хагана безучастно посмотрела на меня, а потом снова заплакала. Однако, по-моему, это были не слёзы разочарования. Хоть она и плакала, но на её лице была улыбка. Да переставай уже, сколько можно плакать? Я не плачу. Улыбка Хагана исчезла, когда она произнесла эти абсурдные слова. Я не хотел этого отрицать и поэтому просто пожал плечами. Может и так. Но у нас скоро будут гости. Чем ты планируешь сейчас заняться? Го... Сти? Ага. Ты будешь сидеть в своей комнате? Зависит от того, кто к нам придёт. Прямо ответила Хагана. Я какое-то время колебался, но подумал, что лучше этого не скрывать. Сара и... Я не хочу его видеть. Таяна. Услышав последнее слово, Хагана и правда перестала плакать. Зачем? Не знаю. Сара ничего не сказала мне по телефону. Кредит? Мы можем вернуть его? Запросто. Но да, получение призовых денег должно пройти какое-то время. С другой стороны, интересно то, что он понадеялся повидаться с Лизой. После этих слов Хагана подняла брови. Я даже не представлял, что бы это могло значить. Интересно, что происходит? Я не знаю. Хагана вытерла свои глаза. Отражение её лица изменилось. Но мы обязательно узнаем, когда увидим их. Точку. Хагана преобразилась. Вероятно, это к лучшему. Хагана и я, не сказав больше ни слова, сели за стол и начали пить горячее какао. Я не помню, кто это начал, но пока не зазвонил домофон, моя ладонь лежала на ладони Хаганы под столом. Ой, они уже за ручки держатся. Ми-ми-ми. Когда я отпустил её, мне стало немного одиноко. Ну да, без такой-то Хаганы. Я. 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 стола, а Таяма и Сэра с другой. Таяма держал в руках что-то похожее на дипломат, а Сэра был с пустыми руками. Вы даже не собираетесь угостить нас чаем или чем-нибудь еще? Ну знаешь, в твоем кафе ведь тоже... В твоем кафе тоже ведь самообслуживание? Это правда. Ну ладно, все хорошо. Нам нужно кое-что обсудить. Сэра посмотрел на Таяма, который сидел рядом с ним. Я уже говорил об этом с Лизой. Ну, сказал Таяма. Мы с Хаганой обменялись взглядами, а Сэра почесал голову. Похоже, она не говорила с ними об этом. О чем? Простите за это. Таяма, с твоего позволения. Со вздохом Таяма кивнул. Он открыл дипломат, находящийся под столом. Достал сумку и положил ее на стол. Запакованный мешок имел прагматичный дизайн. Его прочность явно была одним из достоинств. Здесь 150 тысяч мулсов. Э? Я хочу, чтобы ты заработал денег с этой суммой. Как можно больше денег. Я не мог себе представить, что это какая-то шутка. Однако я думал об этом как о шутке, когда мои глаза перебежали на сумку, которую вытащил Таяма. Он увидел, куда направлен мой взгляд и открыл мешок. Когда Таяма его перевернул, оттуда посыпались банкноты. Купюры выглядели стасканными. Они были связаны резинками. Это было похоже на сцену из мафиозного фильма. Но мы сейчас, несомненно, находились в реальности. Да и эти деньги тоже были реальными. Такие моменты. Я ужасно растерян из-за таких денег. Но таков характер бизнеса. Надеюсь, вы поймете. Не, подожди минутку. Что с этими деньгами? Это не грязные деньги. Я знаю, что это выглядит не очень. Это все деньги, которые мне удалось наскрести. Это не то, что я имел ввиду. Таяма вздрогнул от моих слов, прежде чем продолжил говорить. Разве вы не брали деньги у моих клиентов, чтобы преувеличить их? Это звучало как угроза. Но я не особо не собирался прогибаться перед Таямой. Возможно, это была вина моей решительности. И что, с этим какие-то проблемы? Нет. Просто это может помочь и мне. Сказал Таяма. Я более или менее понял, что мои клиенты собираются выплатить займы. Таким образом, я через слухи смог узнать о ваших подвигах. И хотел просто поддержать вас от всего сердца. Так ты решил объединиться с отбросами? От моих слов Таяма слабо рассмеялся. Моя философия заключается в том, что я даю в долг даже тем, кто в недалеком будущем не сможет его погасить. Я просто верю в этих людей. Но я не собираюсь играть в азартные игры. Вот что я решил. Торговля акциями – это не азартные игры. Ах, мои извинения. Я не хотел плохо об этом отзываться. Но разве то, что вы делаете с деньгами, нельзя назвать азартными играми? Он начал свою игру слов. И я отлично понимал это. Сначала были родители Крис. Они бы не доверили Хагане свои сбережения, если бы не знали ее. Ты ненавидишь азартные игры. И все же, почему ты пришел сюда со всеми этими деньгами? Прошу, объясни ему. Сказал Таяма и посмотрел на Сэр. Точно, здесь был еще Сэр. Но зачем он здесь? Ты хочешь, чтобы я это сделал? Пожалуйста. Таяма выглядел так, будто в нем уже не осталось и крупицы энергии. Сэр вздохнул и наклонился над столом. Ты же слышал о долге Лизы, правильно? Да. Все началось с простого слуха. Кто-то столь правильный, как Лиза, не позволил бы долгу сохраняться. Поэтому я подумал, что что-то не так. И решил провести свое расследование. И вдруг все люди внезапно почувствовали груз долга. Мне показалось это странным. Поэтому я решил встретиться и поговорить со стариной Таямой. Он рассказал все это на одном дыхании. Старина Таяма тоже находится в оковах. Об этом я… Я сдержал слова «уже знаю», когда ко мне приблизилась голова Сэра. Так ты уже знаешь ребяток, стоящих за кулисами? За кулисами? В начале я думал, что это простой сборщик долгов. Это было правдой, что хороший знакомый Таяма, который финансировал его, умер. А его родственники продали право на возвращение долга кому-то другому. Возможно, эти ребята с Земли не думали, что смогут забрать долги у кого-то живущего на Луне. Возраст у орбитального лифта был не из маленьких. А Луна славилась тем, что на ней у умерших при себе оставалось много денег. Если все верно, то нет ничего странного в том, что родственники продали это дело кому-то другому. Тогда в чем проблема? «Ну, Луна является местом заработка денег. Тут множество парней, которые более поверхностные, чем те, что на Земле. У меня была компания, которую я развивал своим собственным потом. Но меня ее отняли, и Лиза помогла мне в момент отчаяния». Так сказал сэр. «Бедняга владел кафе на окраине города. А его впечатляющая карьера упоминалась даже полицейскими. Способность сэрок программированию была на высшем уровне. Он даже смог удовлетворить все просьбы Хаганы. «Я почувствовал нутром, что в данной ситуации тоже что-то нечисто. Я проверил людей, которые требовали у Тайяма деньги. Все оказалось так, как я и думал. За всем этим стоит известный земельный спекулянт». «Вот же пидор, а». «Земельный спекулянт?» «Они нередки на Земле, а на Луне в Ньютон-Сити их целая куча. Но до этой области они еще практически не добрались». «Я правда не понимаю, о чем ты? Земельный спекулянт? Тут кто скупает землю ради наживы или что-то вроде этого?» «Что подобные люди могут сделать скупленной землей в таком бедственном районе?» Увидев мое ошарашенное лицо, сэр, скрипя зубами, продолжил говорить. «Лунное правительство провело неофициальные переговоры о перепланировке». Это снова были не те слова, которые я ожидал. Мой мозг не мог уложить в себе всю информацию. «На лунной поверхности уже идет развитие новых городов, и ради того, чтобы сохранить статус главного города и центра Луны, здешнему правительству необходим новый план перепланировки». Короче говоря, они хотят взять это задрыпанное местечко и превратить его в сияющий район, чтобы не проиграть никаким новым городам. Естественно, вокруг всего этого крутится множество заинтересованных лес. «Но в таком случае эти долги никоим образом не связаны с…» «Права на землю и имущество», проговорил Таяма. «А?» «Лунная поверхность – это рубеж, поэтому существует необходимость соблюдения законов. Это самый важный вопрос для застройщика. Даже если кто-то владеет этой землей, есть люди, которые заимствуют ее для жизни и будут держаться за нее всеми силами. Я смеюсь сказать, что закон будет на стороне людей, которые выстроили здесь свои дома. У нас такие же права, как и у владельцев земли. По крайней мере, в каком-то смысле. Возьму во внимание, что тут полно строений, которые были возведены с нуля. «Мальчик, ты, должно быть, видел это своими глазами, когда летал по округе, да?» «Кажется, он где-то видел меня. Я понял, что он имел в виду. В этой области были только здания, которые имеют грубое строение и не поддаются перемещению. Вокруг много мест, в которых нельзя сказать, где скоро строительство одного дома закончится, а другого только начнется. Хоть администрация и облюбовала идею насильственного захвата собственности, но в таком случае им пришлось бы выплатить немаленькую сумму правообладателям или дать права на проживание в обновленной части этого города. Но проблема в том, что какие-то люди прознали об этом неофициальном заседании и обратили внимание на то, что можно увеличить стоимость земли на рынке». «Так, это и есть люди, которым ты теперь должен?» «Да, меня начали преследовать. Во всяком случае, я предоставлял деньги людям из этого района, которые скорее всего не смогут вернуть весь долг. Из-за этих долгов у преследователей не будет необходимости стучаться в каждый дом и пытаться договориться с должниками. Десятки земельных участков будут просто захватываться. Это самый простой и эффективный способ». Такого следует ожидать, когда долг превышает активы. Благодаря этому безрассудному, но добродушному жесту Таямы, который сужает деньги, можно решить проблему. Скупой ростовщик выдавал бы деньги только тем людям, которые бы точно их вернули. И только столько, сколько им по карману. Но если Таяма доверял клиенту, то даже если бы этот человек не мог вернуть долг, Таяма был готов терпеть, если заемщик будет платить проценты. Конечно, заемщик был бы в последствии благодарен и думал, что такой обычный Таяма. Если бы заемщик с самого начала знал, что его имущество будет под угрозой, то сразу бы понимал, что вешает себе петлю на шею. Это было особенно опасно, так как многие заемщики были глупы и не предвидели, что подобное может произойти, если они будут заимствовать деньги у Таямы. Из-за этого они расслабились. По соседству с нами было полно таких же людей, как Таяма с петлей на шее. Перепланировка полностью изменит это место. Его будет не узнать. Красивые торговые центры, жилые здания и дороги. Возможно, это место станет продолжением белого пояса. Конечно, это будет унылым зрелищем. Но меня больше всего огорчает то, что людей будут насильственно выстрелять из их жилищ без какой-либо справедливой компенсации. Я наконец понял, почему Таяма был так истощен. Из-за его кредитов петли на шеях людей затягивались все туже и туже. И когда Таяму попросят вернуть все деньги, он не сможет сделать этого из-за того, какими методами он выдавал кредиты. Говорят, что дорога в ад выложена благими намерениями. Прямо передо мной был идеальный пример этого. Если мы продержимся на принятии решения о перепланировке, тогда проблем не будет, так как администрации придется сесть за стол переговоров. Но если кредиторы раньше предвидят повышение стоимости земли, то используя долг в качестве предлога, они будут выселять людей из их домов за гроши. Заберут у людей все, что они имеют, оставив без средств на выживание. А долг таки оставят незакрытым. Земельные спекулянты, обладающие правами на землю. И имущество должников, будут ждать момента, когда смогут предложить администрации свою помощь. И тогда новоиспеченный город предоставит правообладателям земли огромную прибыль. Перепланировка также будет подразумевать давление на богатые и бедные классы людей. Если даже пытаться откупиться от перепланировки, то так или иначе люди, живущие на окраинах, поддержат Ньютон-Сити. Все будет бесполезно. Но если земельные спекулянты и будут иметь с этим дело, в конце концов они будут полностью игнорировать бедный класс людей. Ты ведь пришел с востока, верно? Сэра посмотрел мне прямо в глаза. Там, откуда ты родом, нет людей, которые прибыли на луну, а потом были возвращены обратно на землю из-за крупных перемен. Были. Но почему он заговорил об этом? Моё сознание переполнялось и гневом, и удовлетворением одновременно. Такие люди по-любому должны были быть. Такая категория людей всегда была. Лиза тоже не исключение. Будет неправильно, если такое произойдет снова. Это луна. Рубеж. Здесь полно людей, которые прилагают уйму усилий, чтобы быть вознагражденными. Сэра наклонялся вперед, когда говорил эти слова. Атмосфера в комнате была уже совершенно иной. Не такой, какая она обычно бывает, когда он хвастается. Сэра однажды прибыл с земли на луну и добился здесь успеха. На беспощадные силы этого города все отобрали у него. Мой взгляд перешел от Сэра к сумке, которую достал Таяма. В ней лежали грязные банкноты. Эти грязные банкноты тщательно складывались уважаемыми людьми. У тебя есть сбережения, собранные у других... Собранные с других людей. А теперь еще и эти 150 тысяч мулсов. Если мне удастся собрать 800 тысяч мулсов, я смогу расплатиться со своим долгом. При этом люди из этого города смогут остаться при своих сбережениях. Эти люди из земли наконец прибудут сюда, чтобы забрать свое вознаграждение. С пылом сказал Таяма. Вне зависимости от своего вида, эти банкноты нагружали мое сознание. В нашем распоряжении есть 500 тысяч мулсов. Добавив эти 150, у нас получится 650. Нужно меньше 30%, чтобы достичь суммы в 800 тысяч. Если говорить о сумме, то я думаю, что это не невозможно. Я должен упоминать, что понимаю, что деньги, которые вы получили от других людей, это все, что у них есть. Поэтому, если вы доберетесь просто до 800 тысяч мулсов, то этого будет недостаточно. Нужно учесть, что им необходимо на что-то жить. Ну, а на вот такой вот дилемме мы сегодня и будем заканчивать. А что там будет дальше, узнаем уже в следующий раз. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok